МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культурно-массовые мероприятия, экскурсии. Перспективы открываются каждый день. Если говорить о старте проекта, когда он был в 2019 году организован, то у нас было 8 активностей, потом добавлялось еще 2. Сейчас, 1 июня, добавилось еще 8. Поэтому мы постоянно развиваемся, постоянно что-то новое. Буквально с этой недели у нас стартуют занятия по основам фото-видеосъемки на мобильные телефоны. Поэтому много чего интересного есть. Скандинавская ходьба – одно из самых популярных направлений у долголетов. Тренировки проводит профессиональный инструктор. Он также занимается с участниками клуба физкультурой и суставной гимнастикой. С лета все занятия на свежем воздухе. Тренер старается подбирать нагрузку индивидуально. В процессе всего занятия я стараюсь спрашивать о состоянии самочувствия каждого занимающегося. Ну и, соответственно, спрашиваю, останавливаюсь, стараюсь не перенагружать. Одна из его учениц – Любовь Николаевна. Она активная участница проекта. Ну, во-первых, давление нормализуется, это первое. Потом сахар начинает тоже вроде бы в норму входить. Ну и потом настроение. Вы посмотрите, какая прелесть, где мы занимаемся, какой у нас руководитель, какие нас окружают девочки. Светлана в активном долголетии недавно, всего три месяца, пришла заниматься физкультурой после перенесенного ковида, чтобы восстановить здоровье. Сейчас посещает занятия по скандинавской ходьбе, танцам, дыхательной гимнастике «Цыгун». Все преподаватели такие добрые, отзывчивые и всегда помочь готовы. А у нас и танцы такие активные, такие чудные люди вообще работают здесь с огоньком. И, ну, не знаю, я очень люблю это все и бегаю на танцы где-то что-то успеть, ну, еще и с внуками немножечко посидеть. В клуб «Активное долголетие» принимают всех желающих. Женщин в возрасте от 55 лет, мужчин старше 60. Сейчас условия делятся на две части. То есть у нас есть занятия и мероприятия, которые проходят на улице, на них мы допускаем людей без каких-либо особых ограничений, ну, кроме дистанцирования, общепринятых. Если заниматься в помещении, либо посещаясь экскурсии автобусные, то это наличие справки о вакцинации, сертификата о вакцинации, либо справка о наличии антител, то есть те, кто переболел. Каждые три недели в Одинцовском клубе «Активное долголетие», расположенном в библиотеке номер один, проводится выездная вакцинация. За один день бригаду успевают привить от 10 до 70 человек. Мы для них организуем максимально удобные условия, то есть никаких ожиданий, никаких очередей, они могут записаться, им говорят конкретное время, когда они приходят, им помогают заполнять документы, то есть все для них. В помещениях клуба проводят интересные творческие занятия. Например, открыт кружок «Рукоделие». Руководит им одна из участниц активного долголетия – Надежда Николаевна. Много лет она преподавала русский язык, литературу и эстетическое воспитание. Потом по состоянию здоровья переквалифицировалась и стала педагогом дополнительного образования. Обучала детей рукоделию, которым любила заниматься с детства. Сейчас Надежда Николаевна делится своим опытом со взрослыми учениками. Я очень люблю вязать крючком, я без вязания вообще не могу. Начинаю вот, заканчиваю одно изделие, начинаю другое. Это мое любимое. Ну, я много знаю, я валяние освоила, сейчас очень модный вид такой рукоделия, работа с кожей. А еще Надежда Николаевна любит читать стихи, поэтому посещает театральную студию «Серебряный орфей», которая существует уже три месяца. Долголеты, всего в труппе около десяти человек, занимаются развитием речевых и актерских данных, набираются опыта, просматривая фильмы и спектакли, работают над созданием сценических образов. Мы очень способные, очень ответственные и очень включены в процесс. Это главное в профессии, пожалуй, даже если она разрабатывается как просто хобби. Для тех, кто увлекается народным творчеством, открыт хор «Сударушки». Участники этого фольклорного кружка собираются в клубе дважды в неделю. Репетируют, работают над дикцией, учат песни и танцы. С удовольствием занимается в хоре и Галина Александровна. Песни вот эти все нравятся, и мы не только поем, но и танцуем там с приплясами. Руководительница у нас такая грамотная и строгая. С нами только так надо. Пока в хоре «Сударушки» 12 человек. В основном поющем в составе коллектива двое мужчин и еще один баянист. Остальные – дамы. Все с большим, с большим удовольствием ходят. Я им всем костюмы нашила. И они поэтому такие довольны, что покупать ничего не надо, что у них все есть. Осталось только научиться петь, танцевать и двигаться в ритм. Танцевать и чувствовать ритм помогают занятия нейропластикой. На площадке не только дамы. Уже три занятия посещает и кавалер. Станиславу Францевичу 81. Он бодр и активен. С февраля занимается скандинавской ходьбой. Теперь решил присоединиться к танцорам. Интересная музыка и умение понимать ее и двигаться. Это развивает и мозг, и ощущения. И вообще развивает человека и умственно. Это очень хорошее дело. Многие долголеты ходят на танцы и на нейропластику. Этот метод позволяет вырастить в мозге новые нейронные связи и быстро запомнить танцевальные движения, каждая из которых разучивают отдельно, под руководством профессионального педагога-хореографа. Я с большим удовольствием занимаюсь. С любым возрастом. Но этот особенно интересен, потому что очень творческое поколение, активное. Вот эта жажда жизни, жажда узнавать новое. Это удивительно. В танцевальной группе, которая занимается всего пару месяцев, около 20 человек. В основном ходит постоянный состав. Но есть и новички. Сейчас большим эффектом пользуется, как-то не странно, сарафанное радио. То есть те, кто уже посетил наши мероприятия, занятия, побывал когда-то в клубе, они рассказывают своим друзьям, знакомым, и те по их рекомендациям приходят к нам. Многие посещают разные кружки и секции. Чтобы сохранить ясность ума и бодрость духа, они постоянно учат стихи и песни, танцуют и занимаются спортом. Спросом у старшего поколения пользуются и экскурсии. Их организуют еженедельно. Но самое главное для участников активного долголетия – не столько культурно-просветительский отдых, творческая программа и поддержание здорового образа жизни, хотя это тоже очень важно, сколько общения в кругу единомышленников и позитивный настрой. Приходите к нам, ни в коем случае не сидите дома, ведите активный образ жизни, приходите в активное долголетие, извините за эту автологию, ну и мы совместно будем с вами развиваться. Субтитры подогнал «Симон»!